Установка лобового рефлектора Стрелка 2 на Рено Меган второго поколения и второго поколения Рестали. Для того, чтобы вода с лобового стекла, когда дворники работают, не уходила на боковые стекла, как, к примеру, у Мегана, а уходила в сторону крыши. Ну, конечно, перед тем, как клеить на скотч, мы уже спиртовой салфеткой все обработали. Показываю установку. Вот специальный вырез как раз под Меган, вот именно под это крыло и стойку. Можете сначала пленку не снимать, а просто сами приложить, посмотреть, попробовать, не снимая вот эту от скотча пленочку. И обязательно с двух сторон разглаживаем. Равномерно. Если вы просто приклеите здесь, здесь и здесь, то лето может вот так вот пойти. А если вы равномерно с двух сторон ровно приклеите, то у вас все будет стоять ровно. Это уже проверено и доказано тысячи раз. Наверху установка. Как видите, здесь бордюр совсем маленький. И именно на Меган здесь немножко надо приловчиться. То есть не просто вот так вот клеим, а немножко приподняв сюда. Потратьте время. Не как я быстро. Еще раз говорю, перед установкой можете не снимать пленку, попробовать сами, сымитировать, поставить. И опять же, разглаживаем хорошенько. Водительский установили, сейчас устанавливаем пассажирский. Также начинаем снизу. Видите, я две пленочки сразу тянул. И разглаживаем с двух сторон. Если пальцы не попадают, ничего страшного, давите вот на эту часть. Чтобы не обжечься, можете перчатки там надеть. А то реально обжигает. Опять же, немножко приподнимаем. Если мы вот так положим, это будет плохо. Чуть-чуть вот именно вот так вот. И вот маленький бордюрчик там, снутри. И вот мы его чувствуем. И как бы вот, я его заталкиваю. Не забудем разглаживать. Почему дальше лобовое стекло? Если мы сделаем до сюда, то вода вот здесь и пойдет. Потом спустится, если у кого боковой дефлектор стоит. И опять между зеркалом и боковым дефлектором упадет. Здесь направление мы уже даем воду дальше. Баловый дефлектор с 3,2 установлен. Продолжение следует. Продолжение следует...